Итак, соответственно, я сначала скажу несколько слов о самом проекте, что он из себя представляет. Он достаточно долго готовился и назрело такое время, когда я хочу поделиться тем багажом, той информацией, теми мыслями, я бы даже сказал, не всегда точно сформулированными, не всегда оформленными во что-то отлитое уже, во что-то структурированное, и я решил запустить этот проект. Ну, во-первых, относительно количества занятий в этом семестре, я запускаю пробное их число, их будет немного, их будет 4 или 5 всего в этот семестр, это связано с тем, что я хочу опробовать этот же проект в РГСУ, по имам этого я читаю, в Белгородской консерватории, вот. И этот проект будет соотноситься, конечно же, с вашим интересом. То есть, если публика будет, если публика будет, пускай и не многочисленная, но интересующаяся, и постоянно приходящая на этот цикл, то, конечно же, количество лекций будет увеличено. И на следующий семестр я планирую уже 8-10 занятий, причем они будут сильно отличаться от первого семестра. Если в первом семестре я уже готов озвучить 4 темы, 4 первых лекции, это сегодняшняя лекция «Если кризис в современном искусстве», вторая лекция – это «Миф свободы творчества», третья будет «Значение искусства в истории человеческого сообщества», и, наконец, последняя, четвертая лекция – это «Что современное?» или «Зачем нужно новое искусство?». Такая проблематика, проблематика самая обширная. Я бы не сказал, что хоть одна из этих лекций предельно ограничивает меня в чем-то, то есть я могу говорить о широком спектре вопросов в контексте так сформулированной тематики. Следующий же семестр я планирую посвятить совсем другим вопросам. Меня давно интересовали вещи сопоставления современного искусства и современной мысли. Дело в том, что в современном мире, пожалуй, только у мыслителя, у философа остался тот уникальный статус, статус, который позволяет ему влиять не только на жизнь интеллектуальную, но на жизнь политическую. То есть если мы все знаем, что даже самые-самые видны метры коммерческого синематографа, которые по количеству их банковского счета сопоставимы с нефтяными магнатами, даже они вынуждены идти на уступки и из их лент вырезают целый фрагмент. Это общеизвестный факт. То есть повлиять каким-то образом на политическую жизнь, в самом широком спорте этого слова, они, конечно, не могут. В то время как примеры с ныне живущими философами говорят об обратном. Тот же Ален Бадью подвергает ожесточеннейшей критике политику Сарказии, и за что Сарказии с повинной выручают тому высшие государственные награды. То есть к слову, философа прислушивается. И так как для нашей культуры это осталось последним таким, скажем, оплотом именно свободной мысли, то, конечно же, искусство XX века, искусство особенно второй половины XX века, все так или иначе к ней отсылает. Поэтому рассматривать того же Булеза вне контекста философии Жиле-Делеза, оно представляется достаточно спорно. Так же, как и, допустим, рассмотрение такой фигуры, как Жан Бараке, один из основателей музыкального авангарда 50-60-х годов, но вне фигуры, непосредственно с ним связанной, он был другом Мишеля Фуко. Тексты, на которые он писал, это те тексты, которые через Мишеля Фуко подбирал ему Морис Гланшо. То есть рассматривать их изолированно, автономно, мне кажется, это достаточно большое заблуждение, потому что музыкальное искусство не вытекает из музыкального искусства и не порождает музыкальное искусство. Оно бы было бесплодное, музыкальное искусство вписано во всю культуральную природу нашего времени. Оно не может быть оттуда вырвано. И когда мы рассматриваем, как одно произведение порождает другое, мы упускаем что-то самое важное. Потому что мы в качестве причины смотрим тоже следствие. Следствие чего-то другого, лежащего, естественно, в человеческих отношениях. Человеческие отношения в самом широком смысле слова. От межличностых до социальных структур, до тех институтов, которые организуют эти социальные структуры, в них вписано и искусство тоже. Оно не результативно от них, оно сопричастно им. Поэтому второй семестр я бы хотел посвятить, но если не фигуре и фигуре, это, на мой взгляд, не всегда результативно, то какой-то проблематике в мысли и каким-то произведениям в области музыкального искусства. Это может очень-очень многое прояснить для вас. Потому что сравнивать музыку новейшую с музыкой той, на которой вы воспитываетесь, это не всегда результативно. И почему на этот вопрос мы сегодня постараемся ответить. Я бы хотел еще сказать несколько слов о названии курса Булес-Ликбез. Курс однозначно, во-первых, не будет посвящен творчеству исключительно этого композитора, который обозначен в названии. Он не столь уж много написал, хотя, конечно, фигура выдающаяся, фигура ключевая. Не только как композитор, но и как величайший дирижер 20-го века, как идеолог целого направления музыкального. Эта фигура неординарная. Но помимо, собственно, Булеса, курс отсылает и к проекту Александра Смулянского «Лакандикбез». То есть это своего рода жест уважения к петербургскому философу, к петербургскому слителю, который ведет свой проект уже более пяти лет. Мой проект во многом ориентирован на подобную же схему, хотя, естественно, точки пересечения минимальны. Сами понимаете, французский психоанализ Лакана имеет не самую прямую точку соприкосновения с нашей искусствоведческой проблематикой, хотя и имеет в каком-то смысле, потому что Лакан тоже мыслитель, повлиявший на целые поколения. Но что близкого между моим курсом и курсом Смулянского, это то, что, во-первых, дальнейшие наши лекции будут очень сильно зависеть от вашего интереса и по количеству, и по проблематике, поэтому я даже не формулирую. Это все обсуждаемо. А во-вторых, я бы хотел сделать, чтобы курс строился таким же образом. То есть, если он будет... Он никак не ограничен по времени. Это может быть два года, три года, пять лет. Сколько будет интерес у аудитории, естественно, он не будет никогда повторяться. В этом смысле мы будем так же, как и на Лакан-Ликбезе, взращивать некий новый подход, новое видение к современной проблематике, к современному искусству. С другой стороны, я хотел бы и перенять структуру лекции Смулянского. Он всегда просит в начале лекции не задавать вопросы в течение лекции, но может быть бурная даже дискуссия после нее, дабы не разбивать структуру самой лекции. Просто иначе вам зачастую будет сложно усвоить тот материал. Материал, который, повторюсь, у меня не отлит в эталонную форму. Это не тот материал, который я из года в год буду читать в лекционном курсе. Это материал, который рождается здесь и сейчас. У меня даже, который привык читать в формате ритм, листочек, у меня нету текста лекции. Хотя для меня это нетипично, потому что я все-таки привык читать по написанному. И, соответственно, после вот такого небольшого видения, я бы хотел перейти непосредственно к теме сегодняшней нашей лекции, которую я бы обозначил, как есть ли кризис в современном искусстве. Ну, тема кризиса в современном искусстве, это, собственно, общее место. Это то, что вы, скорее всего, видели, слышали, читали из всех средств информационных, которые в современном мире есть. Да, будь то телевидение, радио, газеты, лекции в институтах и так далее. Это то, о чем говорят все. Вот. Только когда о чем-то все очень долго говорят, это всегда вызывает определенное настороженное отношение к такому финалу. И так что, если есть вещь совершенно очевидна, то они обычно молчат. Если вещи очень активно говорят, то, значит, там есть какая-то проблема, причем проблема, как правило, не в этом. Потому что иначе бы она тоже была решена сразу же, и никакой проблемы бы не было. Вот. И столь бурно и столь длительно обсуждение кризиса в современном искусстве натолкнуло меня на мысль о том, что нужно с этим детально разобраться. Где истоки вообще такого понимания, что в современном искусстве есть кризис, где истоки того, что современное общество действительно не столь просто реагирует на те явления в искусстве, причем не только в музыкальном искусстве. Речь идет об искусстве в целом, которые представляют современные художники в широком смысле этого слова. Ну, здесь сложно даже обвинить этих людей в недомыслии, в незнании и так далее. Потому что, к примеру, абсолютно отрицает современное искусство человек, который чуть ли не создал середину XX века, это Карл Густавьев. То есть виднейший психоаналитик, человек, который разбирался в душевной организации людей едва ли не лучше всех в ту эпоху, максимальное количество излечений. Действительно видный психотерапевт, человек потрясающий эрудиции, человек, который знал просто такое количество литературы, и человек, который анализирует того же Джойса как, по сути, больного человека. То есть подход к современному искусству у него был как подход к искусству нездоровому, который нужно выявить те психические конфликты, которые в нем представлены. Ну, чуть-чуть в менее критичной форме то же самое можно найти и у Зигмунда Фрейда, который тоже обращался к литературе. Правда, это чуть более раннее эпоха, да, Чинг Юнг? Все-таки Юнг анализирует Джойс, Фрейд анализирует авторов конца девятнадцатой. Казалось бы, что если я намечаю такой курс, как Булеслик Бес, обозначаю то, что это будет самое-самое новое, самое-самое актуальное, а оказалось бы, что я буду себя бить в грудь, да, и кричать, что будущее, будущее, еще раз будущее, отбросить в настоящее. А вот только делать я буду прямо противоположным. Я обращусь к прошлому. И только к нему. Потому что только анализ прошлого и может нам дать ответ на ту ситуацию, которая сложилась в настоящее. И только дав ответ на эту ситуацию, вообще это будущее может, в принципе, стать нам хоть каким-то образом обозримым. Я применяю относительно прошлого методологию двух мыслителей двадцатого века, пожалуй, для меня наиболее близких, наиболее мне интересных. Это, конечно же, прежде всего метод археологии знания гуманитарных наук Мишеля Фуко, его историческую методологию, методологию, до сих пор не полностью осознанную во всей ее революционности. Мишель Фуко, хотя и умер достаточно давно, но он просто мало жил. То есть это исключительно вторая половина двадцатого века. А другой мыслитель, он тоже француз, это фигура для методологии научного знания, вообще ключевая, пожалуй, для второй половины двадцатого века, это Луи Айтюсер. Луи Айтюсер, его работы, его попытки принципиально переосмыслить марксистскую диалектику. На совершенно новом уровне. По большому счету, это сложно уже даже назвать марксистской диалектикой, настолько это новый метод как таковой. И я бы хотел сейчас на очень простом примере показать, как действует методология Айтюсера в применении к истории. Вот этого он не делает. Айтюсер, конечно, предлагает свою методологию именно как метод функционирования научного знания. Я предлагаю немножко сместить акценты и покажу, как его же метод будет применяться к анализу тех или иных исторических событий. Но для начала возьмем его в чистом виде. В работе своей, одной из переведенных на русский язык книг, за Маркса, он предлагает вот такой метод. То, что существует неких три формы знания или науки. Первое знание – это условно такое знание, которое очерчивает, в общем, ту проблему, о которой мы хотим писать, которой мы хотим заниматься. Понятно, что обо всем сразу же написать нельзя. И вот это знание всегда складывается таким образом, что его границы, по большому счету, сугубо наше волюнтаристское представление. Почему? Потому что Айтюсер стоит на позиции непростого истока. То есть не существует такой единицы, которой бы мы все могли свести, которая бы не была связана с чем-то остальным. Сколько бы мы ни старались смотреть на это как некую целостную проблематику, ограниченная как целостная, она всегда только на ней самим. Изначально она может быть от этого кусочка мела до семейной глобализации. Понимаете? Потому что нет таких вещей, которые не связаны с другими. И как мы будем их рассматривать, вот это первичное очерчивание проблемы, оно всегда лежит здесь, в голове исследователя или в голове всего научного сообщества, исследователь лишь представителя этого сообщества. Что касательно вот этого второго пункта, он наиболее интересен, и вот на нем-то я вам и буду демонстрировать чудеса научных мыслей. Это применение методологии. Применение метода. А метод, вопреки тому, что бы вы не пытались прочесть в книгах, метод это не инструмент, это не технология. Это, простите, книжка. Это другая книга. Потому что научное знание строится как цель. И то, на чем вы основываете свои исследования, это, как правило, книга, которая, естественно, была основана на других исследованиях, и так далее. Так и вот. А, соответственно, третье знание, это опять возврат к первой целостности, но с несоизмеримой иной степенью детализации вывода. То есть, вот здесь мы получаем выводы. А вот теперь смотрите, какие можно творить с этим чудесами. То есть, многие представляют, что научное знание, мы выбираем проблематику. И сквозная линия непротиворечивых доказательств, то есть, один из того, что это бусилогизм, огромный, да, ну, я, естественно, утрирую, который приводит к принять, непротиворечивости здесь логики, к совершенно конкретным выводам, которые якобы являются универсальными. Так себе мыслили науку в прошлые времена, так ее мыслили до сих пор многие люди, не включенные в научный дискурс. На самом деле все кажется совсем по-другому. Представьте себе ситуацию, понятную вам. Допустим, вы анализируете скрипичные концерты Моцарта. В качестве метода у вас есть три варианта воспользоваться, допустим, работой по скрипичным сонатам Моцарта этого же периода, в качестве аналога, да, что вы будете неким образом повторять ту модель, последовательность действий, которая представлена в некой книге, которая уже представляет культуральную ценность и в то же время актуальна, то есть она новая. У вас есть другой вариант, у вас есть концерт, ты же, Моцарта, но для другого инструмента. И у вас есть концерты для скрипки, но не Моцарта. Но, предположим, главного конкурента Моцарта, ну, Розетти. Допустим, возьму. Я, естественно, просто привожу, в пример, первое, что приходит в голову, да. Допустим, автор. Сонаты, концерты, здесь автор такой. А вот теперь смотрите, что вот здесь мы получим. Я пока, я, естественно, не буду сейчас делать этот анализ, да. Я покажу лишь те выводы, к которым мы можем прийти. Если мы будем сравнивать работу, работу, посвященную сонатам Моцарта, пускай этого же самого периода, что и концерту, да, то мы сможем прийти к выводам, каким? О трактовке Моцартом скрипки, как таковой, в разных жанрах. О демонстрации схожести и различий разных жанров в его творчестве. Вот эти два ключевых момента и получатся на выходе. При том, что у нас есть концерты Моцарта, у нас есть анализ концертов Моцарта, и у нас есть вывод. Вывод Моцарт выстраивает свое отношение к скрипке в ранний период творчества таким-то образом, и между его сонатами и концертами есть сходство, есть различие, или есть и сходство и различие. Если мы применяем концерты Моцарта здесь в качестве метода, работу по концерту Моцарта, ну, допустим, для флейта или какой-то, для другого инструмента, то на выходе мы что получаем? Мы получаем некое представление о трактовке Моцартом жанра концерта. В целом концерта, да, или концерта для так или иначе одноголосного инструмента, да. Концерты Моцарта не столь многозвучны в лес скрипке. И, помимо этого, мы можем прийти к выводу о том, насколько индивидуализирован подход Моцарта к инструментам. То есть, отличаются ли концерты для духового инструмента от концерта для струнного инструмента. Или они почти дождественны. Вот это две базовые позиции в таком случае. Здесь ничего не менялось, понимаете? А это даже может быть фактически не обозначено, да. Это будет одна из фигур, просто которые вы будете цитировать. Там будет еще много цитатов. Это не будет так очевидно, как то, что я здесь нарисовал. А выводы будут совершенно тонкие. И, наконец, если мы сравниваем скрипичные концерты Моцарта, скрипичными концертами любого другого актора, будь тугай, наверное, назойтите, ведите, вздох, да, кому угодно еще, мы прийдем к выводу, что мы можем сказать о спецфичнике жанра скрипичного концерта в последние, там, десятилетия 18 века, а также о сопоставить ту или иную авторскую фигуру. Что в этих концертах субъективного, авторского, да, в качестве подхода, а что является универсальным общим принципом для музыки этой эпохи. То есть, несмотря на то, что мы абсолютно имеем один и тот же материал исследований, одни и те же методы, по сути, я предлагаю только компактивный анализ, да, только сравнительный анализ, ну, плюс целостный анализ музыкального произведения. Я других методов даже не предлагаю. Нет, это одни и те же, но мы имеем совершенно различные выводы. А теперь представьте, что мы это применяем к истории. Понимаете? То есть, то, как мы мыслим историческое событие, это зависит только от тех методов, которые мы применяем к истории. Все. И это столь блистательно продемонстрировал Мишель Фуко, который взрывает все наше представление о всех институциях, к которым мы так привыкли. То есть, институции юридической власти, институции судебной власти, допустим, тюрьмы, институции психиатрической власти, подход к безумию как таковому, что есть безумие по отношению к разуму, что есть клиника, то есть, медицинская власть, да, как таковая. Он разбирает миллионы вещей на примере истории, показывая о том, что все, что мы привыкли видеть, и видеть, как незыблемые основы, идущие от глубокой древности, на самом деле феномены не просто молодые, феномены, которым от силы больше ста лет. То есть, мы какая-нибудь, допустим, тюрьма, которую, да, мы знаем, что есть тюрьмы древнейшие, да, или много сохранилось известных европейских тюрем в Средневековье, да, однако тюрьма до конца 18 века была тем, что противоположено юридической власти. То есть, это было то, что отменяло юридическую власть. То есть, была юридическая власть, там было, по сути, три формы решения судебной тяжбы, да, человек признавался либо невиновным, либо он приговаривался к материальному взысканию, да, либо он приговаривался к казни. Ну, казнь не обязательно, это осмерть, да, это могло быть и клемление. Вот. А тюрьма, это куда помещался человек по рощерку монаха. Это подрывало юридическую власть. Это то, что было ей прямо противоположно, потому что они сосуществовали отдельно, и получалось, что монах выпадает из самой структуры юридической власти. Получается, в тот статус этого института, к которому мы привыкли, он складывается за последние 200 лет, и не более того, до этого его не существовало. То же самое относительно всех названных мной в высшей институции. Многие из них совсем молодые, да, как понятие о психической норме, которое складывается спустя 100 лет от начала появления психиатрической власти. То есть та, которая выявляет психическое безумие. То есть сначала безумие, потом море, не наоборот. И так почти во всем. Это то, что Жак Деррида назовет второе раньше первого. Тот же самый известный пример Жан-Жака Руссо с природой. Когда человека спрашиваешь, что первично, человек или природа. Конечно же, все люди отвечают, что сначала была природа, а потом появился человек. На самом деле, природа – это не то же самое, что деревья. Это не цветочки, поля, деревья. Они давно появились, в этом никто не занимается. Но природа – это явление сугубо культурального. И оно появилось в XVIII веке. То есть, получается, сопоставление человеческой цивилизации и природы, как природы, как возврата, человек должен вернуться к природе, как пишет Руссо. По сути, именно в этот момент и формируется природа. Потому что природа – явление сугубо культурального. Культуральным является феноменом человека. И так далее. Поэтому, только обратившись назад к истории, проанализировав, как меняются структуры, кажущиеся нам инвариантными, только потому, что мы применяем к ним только один-единственный метод. Тот метод, к которому мы привыкли в современном обществе. А только поэтому они нам окажутся незыблемыми и уходящими в глуби веков. Ничего незыблемого нет. Есть слайды, археологические слайды. А, свойственные каждой эпохи. И человек предшествующей эпохи, человек, живший еще сто лет назад, мыслил совершенно к другому. Потому что он применял иные методы для восприятия и не только своего настоящего, но и прошлого как такового. Допустим, не так давно читал работы, в которой всего за два года до выхода о происхождении видов психиатр видный, французский, отсылает некую целостную и наиболее типичную модель человеческой психики в глуби веках. То есть, чем древнее, тем лучше золотой век. Век Сатурна-Кроноса. То есть, тот же век золотой, о котором писали с упоением Данте или поэты античности. То есть, для нас сейчас это нонсенс, потому что была революция, когда революционный метод Дарвина захватил нам. Теперь мы понимаем, что всякое благо, всякое более совершенное общество, оно впереди. Конечно, тоже такая же утопия, как и позади нас, но раньше оно было исключительно позади. И главная задача была максимально сохранить и не разрушить то, что есть, то, что осталось от того, если удастся восстановить то, что еще раньше было, то еще лучше. Платоновский минон, да, с припоминанием. Когда знание есть припоминание. Знание когда-то было, оно было совершенным, оттуда же и проистекает всевозможный, ну, назовем это своим именем, бред, да, про Атлантиду и подобные вещи. То есть, когда наиболее совершенное общество, да, отсылается в наибольшую древность. Это не случайно, этому есть вполне корректное историческое яснение, да, потому что до публикации работы Дарвина золотой век и был наиболее совершенным обществом. Мы сейчас мыслим, что энциклопедисты 18 века, это, конечно же, прогресс, это знание, это интеллект, но, допустим, в это же самое время выходит почти энциклопедическое издание, многотомник, Кура Дажебелена, где он пишет, называется «Первобытный мир». Вот «Первобытный мир» — это не мир дикарей, которые в грудь себя бьют. «Первобытный мир» — это тот совершенный общественный строй, к которому все мы должны стремиться. А это речь идет именно об эпохе Моцарта, когда речь идет о Куре Дажебелене. Он современник Моцарта, он современник всех энциклопедистов. Так что нужно взглянуть на музыку, на институцию музыки, ее организацию вообще в обществе европейском с точки зрения истории. И только тогда будет понятно вообще, откуда проблема кризиса. Но прежде чем мы это сделаем, я бы хотел разобраться с самим словом, чтобы мы его без трубки не использовали, со словом «кризис». Слово «кризис» происходит из греческого языка и отсылает нас сразу к двум практикам. Практикам, не слишком связанным друг с другом. Одна из них — это юридическая практика, а другая — практика медицинская. Ну, начну, пожалуй, с медицинской, потому что в медицинской практике это слово употребляется до сих пор. В медицинской практике эпохи античности кризисом обозначалась наивысшая точка выпытывания ликоболезни. То есть, по представлениям античности, да более того, по представлениям врачей до перехода медицины в иной статус, она перешла в него в XVII-XVIII веке примерно, считалось, что болезнь до того, как она проявится во всей своей полноте, не есть болезнь конкретная. А есть целый пучок различных болезней, и мы не можем утверждать, какую из них нужно лечить. То есть, для этого нужно было довести пациента до кризиса. То есть, больница была не местом борьбы с болезнью, а местом взращивания болезни, доведения молдопикового состояния, и в момент кризиса болезнь проявлялась во всей своей полноте, врач ее диагностировал и устанавливал, отдавал ответ, выживет ли пациент или нет. И вот это решение, а кризис это так и переводится, как решение, или поворотный момент, поворотная точка, это решение и именовалось кризис. В античной литературе можно много встретить о том, на какие дни желательно, чтобы приходился кризис. То есть, врач должен спрогнозировать. Если кризис придется, допустим, на неправильный день относительно начала болезни, то, значит, исход может быть тоже непредсказуем. А если кризис приходится на правильный день, то, значит, болезнь является себя в подлинном леке своем. То есть, просто на самом деле медицина, мы опять же привыкли, что болезнь это что-то к нам инородное, но, поверьте, это появилось совсем недавно, начиная от пастера. Просто до этого болезнь была сопричастна телу. Ее никто не отделял от нас самих. Никто не знал об инферции. Поэтому, что делать с этой самой болезнью, тоже не совсем четко себе отдавали отчет. Другая же практика – это практика юридическая. Кризисом именовалась определенная точка тяжбы. Это точка, в которой принималось решение. Принималось решение с вынесением приговора. Таким образом, и там, и там, когда мы говорим о кризисе, это лиминальное пограничное пространство, это точка. И эта точка не может длиться сотню лет. Вот это самое главное, что нужно понимать. То есть, если речь о кризисе в искусстве начинает вспыхивать уже в начале 20-го века, если не на рубеже веков, если вспомнить скандалы с импрессионистами, то, конечно же, если речь идет о 150 годах, которые отделяют нас от этой эпохи, то говорить о кризисе как-то совсем некорректно. Просто мы применяем неверную терминологию. Кризис – это точка. Это точка решения. Это поворотный пункт. А, здесь речь идет о чем-то совершенном. Кризис искусства может длиться, ну, год, ну, два. На общем корпусе человеческой цивилизации это будет незначительный объем. Но когда речь идет больше, чем о продолжительности человеческой жизни, с точки зрения антропоморфного существа, это, конечно же, никак не кризис. Это целая эпоха. А вот в том, что это такое, нам поможет разобраться история. Так вот, здесь я приведу и достаточно подробно постараюсь развить свою гипотезу о трех музыкальных практиках. Многие из вас ее уже хотя бы частично знают. И постараюсь сослаться на, так скажем, фактологический материал, который ее подтверждает. Дело в том, что не так давно мне попала в руки вот эта книжка. Я вообще люблю Лакула Барта, но я люблю читать книжки в изданном варианте, поэтому я не читал ее в электронной версии. Теперь она у меня есть. Она достаточно давно просто выходила в цвет. Это музыка Фикта, фигуры Вагнера. Это книжка, посвященная философам музыкальной проблематики, виднейшим философам французским второй половины 20 века. И здесь разбирается в самом-самом начале этой книги очень схожая проблематика. Понятно, что, будучи очень образованным, грамотным выслителем, он никогда не полезет в русско-музыкальную область. Он в этом не разбирается и не будет в этом разбираться. Но сам факт, то, что философ обращает внимание на эту проблематику, а он обозначает термины первая и вторая практики, дальше он не лезет, потому что у него нет просто критерия к отсечению, к оцениванию одного от другого. Но сам факт, что философ обращается к этой проблеме, говорит о том, что эта проблема предельно актуальна. Потому что в этом суть философии. Философия обращается к актуальности. Поэтому, конечно, читать нужно новую философию прежде всего. Остальную нужно знать как историю. Но не как философию. Я себе с трудом честно представляю, как, допустим, сейчас можно применять в форме украинского. В смысле, как философ. Не как человека, который повлиял на эпоху, а на практики просто. А как применять того же Фуко или Лакула Барта, хотя это уже не самая новая, они оба умерли философия. Но, по крайней мере, это все наши современники. По крайней мере, мои современники. Так и вот, что, к чему сводится моя гипотеза о трех практиках. Во-первых, там помимо трех практик есть нечто еще, что им предшествовало. Дело в том, что три музыкальных практики, или, чтобы не быть голословным, обозначим их более четко, три композиционных музыкальных практики. Потому что в нашей европейской культуре, конечно же, под музыкой подразумевается, прежде всего, композиторская музыка. И она же определяет искусство импровизации, профессиональное искусство импровизации, а не наоборот. Но я не буду настаивать на том, чтобы свести все многообразие музыкальных проблем именно к композиторскому. Поэтому, пускай включим мы это тоже слово. Это будут композиторские или композиционные музыкальные практики. Так вот. До появления первой музыкальной практики существовало на протяжении огромного количества времени нечто, что я именую музыкальным. Просто музыкальное. По аналогии с тем, как в политической теории именуют политика и политическая. Политическое то, что похоже на политику, но ни разу ей не является. Здесь то же самое. Начиная со времен палеолита, существуют музыкальные инструменты. На них, естественно, что-то играли. Какая это была музыка, восстановить не представляется возможным. Музыка, конечно же, появилась и намного раньше. Просто, если речь идет о том, что первый инструмент – это ударные инструменты, то ни один радиоуглеродный анализ, ни один самый крутой археолог не скажет вам цель применения двух этих камней. Из них ритм выстукивали или паталистическое высвечивание. Так что музыка, как музыкальная, существует на протяжении огромного количества времени. И она таким образом существует до европейского 12 века. Европа 12 века. До появления школы Нотр-Дамбы. В чем особенность, в чем уникальность того, что появляется в 12 веке? А в 12 веке появляется следующее. Если вся музыка, даже которая дошла до наших дней, ну, допустим, некоторые григорианские хоралы, они полностью были подчинены структуре мета-нарратива той эпохи. Ну, конкретно Библии. Библия является мета-нарративом эпохи, она определяет все, и если вы посмотрите любой григорианский хорал, то его длина полностью определяется количеством строк. Если это такой-то псалом, вот сколько там строк есть, столько и длится музыкальное сечение. То есть, получается, музыкальное не структурировано композиционно, как нечто афтономное. Оно прилагается к культу, прилагается к шаманской практике, прилагается к тексту и так далее. И в то же время, в XII веке, в частности, прежде всего, оперативно-великого, мы наблюдаем прямо противоположное. Его оба квадрубля, оба его четырехголосных вокальных сочинения, и «Видерун Тобнес», и «Садерун Принципес», демонстрируют совершенно фантастическую вещь. Объем текста там минимален. Это даже не целиковый псалом. А длина этих композиций в среднем исполнении, бывает длиннее, бывает чуть короче, 12 минут. То есть, это сугубо музыкальная структура, чья форма обусловлена только музыкальными принципами, только музыкальной составляющей, и никак не обусловлена текстом. Более того, этот текст, если вы его очень хорошо не знаете, как он звучит на латыни, вам не удастся его отследить никаким образом. Он полностью растворяется. Эти вещи примерно написаны в 1198-м «Видерун Тобнес», и в 1199-м «Садерун». То есть, спустя год. Самый-самый исход 12-го столетия. Ради интереса я вам просто зацитирую фрагмент псалма, то есть, целиковый текст этой композиции, композиции, заметьте, которая идет 12 минут. Можете засечь, сколько у меня уйдет на чтение. «Восседают князи, собираются против меня, замышляют неправильно. На меня ополчились, пособи мне, Господи, Боже мой, упаси меня, сотвори по великой твоей милости». Все, конец текста. Эта композиция идет 12-12,5 минут. В некоторых редких исполнениях больше. То есть, это первое проявление не только авторской музыки, здесь мы знаем конкретного автора, который написал эту музыку, но это и проявление композиции как таковой. То есть, композиция, это слово есть во многих искусствах, и живописная композиция и так далее. Она не применительна только к искусству музыки, но здесь оно ключевым является. Это искусство организованных пространских звуков. Это искусство формы, оформленных звуков. Звуков, подчиняющихся своей логике, а не логике текста. Это не значит, что они идут против текста. Это значит, что они имеют свою автономную природу. А. И в данном случае эти две вещи являются началом первой музыкальной практики. Сразу же, чтобы вы не думали, что этот термин придумал я, или Локула Барт, я сошлюсь на совершенно конкретного автора термина. Это Клаудио Монтеверди. Клаудио Монтеверди полжизни писал трактат или манифест, какой так и не опубликовал в конечном счете, в котором говорит о первой музыкальной практике, которая отсылает к искусству хоровой вокальной полифонии. Он не называет вами. Он более в общем пишет, потому что речь идет об авторе XVIII века. И вторую музыкальную практику он справедливо ведет от себя. Понятно, что он жил в XVII веке, а третьей предположительно не мог. А, третья музыкальная практика термин мой. Даже есть совершенно конкретное время, к которому я ее отнесу. А. Локула Барт, не будучи музыкантом, конечно же так не рискует. Он приводит лишь цитаты из Монтеверди. Есть первая музыкальная практика и вторая музыкальная практика. Для кого? Для нас принципиально важно сейчас разобраться, а чем же они, собственно, отличаются. Чем отличается музыкальная от первой музыкальной практики, думаю, понятно, вообще очевидно. Настолько очевидно, что проще быть не может. Более того, именно у Пиротина впервые появляются, во-первых, строго организованное метрическое пространство в разных голосах, одновременное слышание разной ритмической пульсации, причем структурированное, осмысленное. И с другой стороны, впервые появляется то, что ляжет в основу последующей инструментовки как таковой. Это именно техника штимтауши. Несмотря на то, что речь идет о вокальном, о вокальных композициях, то есть там инструментальной музыки еще в принципе не было, профессиональной инструментальной музыки, тем не менее, именно отсюда следует считать зарю восход инструментовки как таковой, слышание тембра. Что такое штимтауши? Представьте себе, что у вас один голос поет в материал А, а другой голос в этот момент поет в материал Б. Но какой-то момент не меняется местами, а если они поют это в одной и той же октаве, то получается это А не перемещается ни ниже, на октаву ни выше, но звучит абсолютно в том же самом месте. На фортепиано изобразить это невозможно. Это будет повторение дважды одного и того же. Но это будет повторение вот таким образом, где голоса меняются местами. Зачем это сделано? При вокальной музыке, сольной особенно вокальной музыке, а не хоровой, конечно, темба голоса каждого исполнителя ощутима. И это первый пример переинструментовки в истории музыкального искусства. Осмысленное, осознанное, где другого, другой задачи вообще не стоит. Это и не тот пример, когда за неумением развивать мелодию, ее просто повторяют у одного инструмента, у другого, у третьего, у четвертого, как в народной провансальской музыке, которую, естественно, опять же, лишь реставрируют. Мы не знаем, как было на самом деле. Но если посмотреть фольклорную провансальскую музыку этого же времени, там часто такое встречается. Скрипочка сыграла тем, флейточка сыграла тем, потом и скрипочками, флейточка сыграли вместе тем. Здесь же совсем другое. То есть смысла-то нет, можно было дважды повторить. Это сделано исключительно для того, чтобы показать разный тембр, перекраску в тембре. Так что и инструментовка, и композиция ведут свое начало от первой музыкальной практики. Но первая музыкальная практика никогда не будет нами помысленно, так как она была на самом деле, как она воспринималась в ту эпоху. И вот здесь придется поговорить о вещи достаточно спорной, вещи, в которые я абсолютно уверен, но кроме косвенных доказательств, которые я приведу, и ныр привести просто невозможно. Их нет. Слишком давно это было. Я абсолютно убежден, что слух человека, слух человечества на протяжении истории очень сильно меняет свою природу, свою специфику. Дело в том, что слух изначально дан людям, конечно же, не чтобы они наслаждались красотами сонат Бетховена, а для того, чтобы их не съели звери в лесу. И если у вас несколько звуков сливаются в один, гены вы свои не передадите, потому что вас съедят. Умение из шума, константного шума водопада, ручья или дождя выделить нерегулярный шум когтей, нерегулярный шум треска продвигающегося к вам хищника, это залог вашего спасения. Поэтому слух изначально был предельно дифференцирован. Так вот, я убежден, что слух перестает постепенно быть столь дифференцированным очень поздно. Совсем поздно. Как раз в эту самую эпоху. Дело в том, что если вы посмотрите на то, как организовано музыкальное пространство этих вещей, вещей музыки, первой музыкальной практики, то есть школа Молтердам, позже Геома де Машо и Ветри, Абснова и, соответственно, далее той практики, которую мы знаем как нидерландская полифоническая школа с пятью или большим количеством ступенек в то, как выделяет, которые дойдут собственно до Клаудио Монтерверди. Ну, по времени. Так вот, если вы внимательно ознакомитесь с этой музыкой, то вы столкнетесь с следующими странностями. Странность номер один. Политекстовый макет 13 века. В нем, как правило, использовались наиболее известные песни. Они подгонялись таким образом, чтобы они звучали по две, по три вместе, одновременно. То есть, это такое... Сейчас отследить то, что там действительно любимые песни, которые любила публика того времени, невозможно, потому что для нас это все сливается по сути абсолютно идентичный набор музыкальный вертикаль. Но для человека того времени, просто иначе непонятно, как это музыкально практиком было существовать. Это очевидно считывалось все-таки как три автономных горизонтали. Если их поиграть отдельно, эти голоса, они не вызовут никакого удивления. То есть, это будет абсолютно нормальная музыка. Музыка тождественная той же музыкальной практики, которая существует в эту эпоху. Другая странность, весьма-весьма любопытная. Композиторы, композиторские цеха того времени разрабатывают сложнейшую систему, с помощью которой они пишут по сути столбы. То есть, если мы посмотрим многую музыку, особенно более поздней эпохи, эпохи того же Палистрины, вся эта полифония видна только в партитуре. Во многих очень случаях она просто перерастает в эквиритмическую ткань. Причем ткань очень простую. Ткань с простой гармонией, как бы мы это называли, естественно. Но на деле для того, чтобы написать эту композицию, использовалась сложнейшая техника, с огромным количеством мнимых голосов, которые не выписывались в партитуру, где просчет математически был просто безумным. А что это означает? А это означает то, что эти авторы не могли, руководствуясь своим слухом, сесть и сопрягать эти тоны. То есть, для этого нужна была рациональная математическая схема. И это все наводит на мысль о том, что в эту эпоху интервал не слышали. Он начинает осознаваться, но он не воспринимается еще как некое единство, каким он может восприниматься сейчас. Если вы хотите хоть примерно представить, как могли слышать интервал в ту эпоху, для этого нужно использовать какие-то два инструмента, которые в наше время фактически вместе не могут играть. Или играют очень редко. Но допустим, если мы возьмем интервалику одновременно на засудиненной трубе и кроник вложилет на арфе. Мы хорошо услышим ноту и ноту, но целостный интервал у нас тоже не сложится. Это примерно то же самое, как можно предположить слышали музыку того времени. естественно если такими интервалами сейчас нам сыграть две разных мелодии в одновременности мы их услышим как две разных мелодии. Вот в чем интересно. Повторюсь, это исключительно гипотетический материал, об этом ничего нигде не написано. Ну или достаточно обратиться к русскому девеству, девественному распеву. Если вы поиграете каждый отдельный голос, это обычная музыка, напоминающая тот же киевский распев, или если более понятно, что вам было, ну условно григорианский очень условно, но если вы будете это слушать как оно реально звучало, то есть вместе, это по сути диатоническое кластерное звучание. Высока вероятность, что это воспринималось как три автономных голоса. Откуда три? Ну триединство, да, Бог триединный. Вот триединный в своем непостижимом созвучии. Некий умус мундус единый мир. То есть получается, эта музыкальная практика очень сильно отлично по своей базовой единице. То есть если получается музыкальный но е знает только звуковысокность, даже не всегда знает ритм, либо сам по себе ритм без звуковысокности, если это шаманский бурен просто. Первая музыкальная практика дает впервые пространство интервалей. Еще не полностью осознаваемый и еще экспериментальный, но пространство интервалей, к которой она и стремится. Вторая соответственно музыкальная практика это практика, которая даст гармонию. Это та музыкальная практика, собственно все сочинения, которые вы играете, они к ней относятся. От Монтеверди до Свиридова. Это музыка основанная на единичности гармонии. То, что сингулярностью становится уже не нота, точкой, не нота, не интервал, а некий гармонический комплекс. Будь то три, или четыре, или пять, в зависимости от того, что это за гармония. Но есть у первой музыкальной практики еще одно весьма специфическая особенность, которую тоже любят упускать из виду. Почему? Потому что анализируют как музыка порождает музыку, а не как музыка вписанную плохо. Так вот, если разобраться более подробно с основанием, с философским основанием музыки нидерландской полифонической школы, то вы увидите настолько прозрачную очевидные параллели с алхимической традицией, которая господствует в мировоззрении этой эпохи, особенно если речь идет о эпохе непосредственно предшествующей клаудио-монтерологии, оно просто невозможно этого не заметить. Более того, вы бы могли обвинить меня в том, что я навязываю эпохи другой стереотип, но может быть он интересные результаты даст, но он ей не свойственен, но я специально принес сегодня вот это. Это Михаил Май это известный композитор, композитор правда позднего, более позднего времени, чем то, о чем я говорю, это композитор современник Клаудио Монтеверди, композитор, который ну правда застал и Лассо и Палестриму, вот, то есть это не начало, не пиротин, да, с той эпохи слишком мало текстов осталось, чем он интересен, а интересен он следующим, тем, что он не просто пишет алхимические трактаты, а тем, что он пишет очень-очень много музыки, это композитор. И вот в его партиторах уже не подлежит никакому сомнению, что эти трехголосные фуги, а убегающая таланта, это аталанта фугиес, фугированная аталанта, можно было бы перевести с таким же успехом, фуга, бег. Так вот, вот эти трехголосные композиции мыслятся как, простите, сера, хтуть и соли. Это не просто три голоса, а три основных химических элемента, а точнее ау-химических элемента, которые вводят парацельс. до него их было два. И переход темы из голоса в голос, это, простите, не просто имитация, это транспутация. Это иное химическое соединение. И если не принимать в основу этого, понять, что такое нидерландское полифония, нельзя в принципе. Потому что, если вы вспомните, на чем основана месса, классическое месса нидерландской полифонической школы, берется Кантус Фирмус, Кантус Фирмус, как правило, заимствуется из народной песни. А вот это странно, если речь идет о высокой христианской культуре, то какого основания, на каком основании туда берут, допустим, бледно-личик твое, или льем арме вооруженный человек, а песенки некоторые даже с привольным содержанием. И это кладут в основу, простите, страстей христовых. А вот если вы знаете алхимическую традицию, то вы поймете, что иначе быть не могу. то есть нужно взять прима материя. А прима материя это камень отброшенный строитель. Это самое низкое, что есть. Его нужно, то есть свинец нужно, тяжелый свинец этих песен низвести до уровня прима материя, растворить и после этого трансмутировать в золото, преобразовать золото мудрецов. Именно так и строится место. Эту тему растаскивают таким образом и помещают в тенах, где вы ее не услышите никогда. Но именно она становится структурным основанием всей композиции в целом. То есть получается свинец преобразуют в золото. То есть перед музыкой становится задача не эстетическая, а этическая. То есть ключевая идея в то время, что человек должен помочь природе стать столь же совершенной, как она может стать только с его помощью. Человек помогает Богу сотворить эту реальность. Одна из ключевых идей, это пополно можете прочесть у того же Пико Деламирантова. Человек, который привнес европейскую традицию Каббал. Каббалапа уже до этого была только в Испании из европейских государств локализована. Пико Деламирантова привносит ее в итальянский ренессанс. И она широчайшее распространение получает. А для каббалистической традиции идея Тикун Тикун Хаолом воссоздание нового мира из крупиц расколотого. Некая задача, этическая задача, когда человек должен помочь Творцу создать новый мир, новые лики этого мира, который винует Парцуфима. Именно эту идею мы находим в классической полифонической композиции, когда нечто отброшенное, какую-то привольную песенку мы берем, разлагаем ее на составляющие и преобразуем, структурируем таким образом, чтобы она стала основой для страсти Христа. То есть с самого низкого доводим до пикового уровня в представлении конечно же этой эпохи. в данном случае как это звучало не имеет значения никакого. Звучало оно так, как было организовано согласно тем сложным математическим расчетам, которые производили композиторы того времени. В данном случае было абсолютно все равно поймут ли эту идею или нет. Вот что важно. Дело в том, что не сохранилось практически ни одной партитуры от этой эпохи. Партитуры уничтожались. Партитуры уничтожались, чтобы никто не смог отыграть шахматную партию назад и расколоть как ведутся расчеты, чтобы написать такую композицию. Потому что были конечно цеха не только пугающих всех масонов, были цеха и композиторов, и красильщиков, и кого угодно еще. Потому что это нормальная традиция позднего средневековья, цеховое производство. И конечно же цеха свои секреты хранили, начали просто хлеба лишаться, не смогут зарабатывать себе на жизни. Поэтому партитуры не было. Но казалось тогда, а зачем они это все делают, если это невозможно посмотреть и понять. На слух если это определить нельзя, а на слух там действительно определить невозможно, даже невозможно определить. Речь идет допустим структурно о предательстве Иуды или о Вознесении Девы Марии. Мы не можем определить по созвучию мажорному или минорному в ту эпоху это радостная музыка или грустная. Она сейчас может быть осознанна только путем взгляда на партитуру. Но партитуры не было. И это ключевой момент, когда говорят нет, все-таки это было из эстетики. Нет, это было из этики. Цель человека не для того, чтобы другие поняли, а для того, чтобы помочь миру. Это магическая реальность. Нужно понять, что тот же самый парацельс основатель химической медицины, тех таблеток, которыми мы сейчас пользуемся. Первый человек, который начинает применять химическую медицину, а не медицину симпатическую, когда ухо болит, значит, найди листик на ухо похожий и приложи. Да, парацельс применяется только такой медицинский. Парацельс применяет метод другой. Он, конечно же, основан на токсономии нового типа. Но откуда он, простите, из астрологии? Он ставит диагнозы либо по натальной карте, либо по хорарному гороскопу. То есть, если нету даты, когда родился, вызываемый его пациент, да не знает он, то хорарный, посложнее гороскоп. Он пишет гороскоп на эту дату, когда его вызвали. И определяет, вот если у него Венера в упадке, ну, значит, надо медь, медь насыпать, таблеточки с медью будут. Вот, не дай Бог, у Меркурии в упадке, да, тут нальют. Вот. Соответственно, то есть, нужно четко представлять себе отчет, что традиции века раннего возрождения, даже не только среднего, они настолько укоренены в магическом мышлении, еще в первичном мышлении, в опотропном мышлении, мышлении оберегово, да, и там, талисманном, эмулетном, то есть, прям противоположное, да, оберега, что здесь вот это, понятно, нельзя не учитывать. Иначе мы привносим в эту структуру совершенно несвойственные в эту эпоху элементы, элементы рациональной музыкальной композиции. Смысл этой композиции было привнести, структурировать мир, чуть помочь Богу, то есть, выполнить свою духовную задачу в этом мире. Поймет ли это кто-то из других людей, это вообще никого не интересует. Это не задача коммуникации, и это не задача эстетическая, это задача исключительно этическая. Эстетическая задача выйдет на первый план, естественно, во вторую музыкальную практику. Этим она и будет принципиально отличаться. Она будет отличаться тогда, когда обратятся к прошлому. Эта практика не обращалась ни к чему. Первая музыкальная практика, она обращается исключительно к метонарративу библейскому. Вторая музыкальная практика, это обращение к античному театру. Появление оперы, это попытка воссоздать древнегреческую трагедию. И отличие между первой музыкальной практикой и второй они фундаментальны. То есть, если вы правильно поняли все то, что я сказал о первой музыкальной практике, то вы поймете и то, что сейчас мы эту музыку слушаем и выбираем, что там лучшее, а что худшее, совершенно не на тех основаниях. То есть, мы ее оцениваем с точки зрения, как она вписывается в эстетические категории. И поэтому нам может казаться, что вот это цено, это не цено, совершенно не то, что было важным для эпохи. И понятно, что, конечно же, в большинстве случаев эта музыка либо вовсе не исполняется, либо исполняются. Те ее произведения, те ее представители, которые ближе всего к модернизу. Ну, Месса Папу Марцеллу, допустим, Апалистрин. Это уже вот-вот до 1555 года. Это середина 16 века. Это вот уже скоро родится Михаил Майер. Конец этой эпохи. Конец. Майер завершает, по сути, эту эпоху. Эпохи всегда накладывают друг на друга. Не бывает такого... Понятно, что и с Пиратином не все так просто. Был Леонид до него, а мы не знаем. Еще сколько продолжали при Пиратине писать то же самое, что было до этого. То есть любая эпоха накладывается на другую очень значительным пластом. 100-150 лет. Вот. И это же мы наблюдаем, допустим, тот же Бёрд или, ну, допустим, да, Уильям Бёрд, современник Монте-Верди в клавирной музыке полностью реализует себя как автор. Второй музыкальной практики и пишет огромное количество мест в первой музыкальной практике. Никак не корреспондируя со второй. Исключительно в той же традиции, как работает Ласса, как работает Балестрина и так далее. даже в одном человеке спокойно не жива. Не то, что в разных представителях. И в чем же принципиальное отличие второй музыкальной практики? Да вы это все знаете, вы только ее-то по большому счету и знаете, эту практику. Это выведение на первый план гармонии. А к чему это приводит? А к возможности возникновения мелодии как таковой. Потому что мелодия, в которой нет гармонической составляющей, хотя бы гипотетической, она, конечно, совсем по-иному будет восприниматься. Совершенно по-другому. И просто проделайте для себя весьма интересный анализ. Возьмите любое мелодическое произведение, произведение, которое считается эталоном мелодизма, будь то Чайковский или там Беллини какой-нибудь, да, и Шопен. Посмотрите, как движется только гармония. Насколько она хорошо сделана, насколько она образует прекрасный функциональный ряд. А потом посмотрите на мелодию, и вы поймете, что не мелодия породила гармонию. Она функциональна, она вытекает из них. Определенная логика последовательности гармонии и порождает мелодию. Да, она дифференцирована уже, конечно же, потому что человек это создает одновременно. Я не говорю, что, я сейчас не говорю о времени хронологическом, я говорю о времени логическом, первичном, и из нее вытекает мелодия. Если вы сравните композиторов, там, романтиков 19 века, там основная эволюция все-таки в гармонии идет. Основная ключ идет в гармонии. И оно и определяет отличие аналогического интенсионного как такового. Вот это и есть специфика, это и есть особенность второй музыкальной практики. Слышение краски несколько звучащих одновременно звуков. Они у нас сливаются воедино. Для этого целый ряд моментов организуется. Постепенно появляется искусство инструментовки. то есть как подобрать такие инструменты в которых это качество будет наиболее высветленным. Появляется струнная оркестра в эпоху люлика рейлина. Как сбалансировать так коллектив чтобы нигде никакой отдельный голос не выстреливал. Потому что это отсылает к ноэпорхе. Это плохо. Это плохо не потому что оно плохо само по себе. Ничего плохого нет конечно же. Это плохо потому что оно целое до другой эпохи. А каждая новая эпоха естественно не терпит предшествующая. Потому что оно будет подрывать ее составляющие. Потому что если вы сделаете то как я показывал вам скрипичными концертными эмоциями на этом примере если в качестве методологии возьмете два или три этих источника сюда то нет никакой гарантии что здесь вы не придете к прямо противоречимым романам. То есть взрывным внутри самой работы. Хотя сами по себе они никак не противоречат. Они просто дают разную информацию. Но корректно информация. Понимаешь? И здесь то же самое. Почему новая каждая новая практика трудно терпимо предшествующей практике их последующей. Да потому что вот здесь и возникает противоречие. И только здесь. А внутри практики его нет. И в данном случае вторая музыкальная практика это дает нам что? Функциональную инструментовку Бетховена когда оркестр выровнен так что он дает идеальный баланс аккорда. На энное количество духовых приходится энное количество струнных. Струнные умноженные. Медных наоборот поменьше. Вагнер еще под колпак сажал чтобы еще их приглушить еще выровнять. Но что же в таком случае может дать третья музыкальная практика? А третьей музыкальной практики нет ничего. Термом мой повторюсь но он вы уже наверное все догадываетесь собственно все и объясняет. На рубеже примерно в середине 20 века со всей очевидностью прорываются черты третьей музыкальной практики. Она представлена и в творчестве Булеза и в творчестве Жана Вараке и в творчестве многих многих других композиторов. Но что же нового может дать нам третья музыкальная практика? Помните каков был ряд? Сингулярность это сингулярность это интервал сингулярность это аккорд гармония что здесь может быть теперь? Сингулярность является целое музыкальное событие. Возьмем просто партитуру того же Бараке да и любого другого композитора есть есть одно событие другое событие третье событие четвертое они могут быть чуть более длинными чуть более короткими отсюда и прерывистая структура ткани музыкального вангарда потому что это уже не то что должно восприниматься дифференцированно никогда не бывает назад что мы идем назад не бывает возврата никогда не бывает того что происходит регрессия это заблуждение психологических теорий 19 века то что там умолешенный человек он проще чем здоровый нет он сложнее поэтому не работает поэтому не функционирует он имеет и разум и то что он ослаивается на него мешающий в данном случае не бывает никогда отката назад не бывает никакого упрощения любое внешнее упрощение это усложнение чего-то другого настолько и более сильное что перекрывающее некое упрощение ну как допустим музыка классицизма по отношению к музыке барокко да сильное упрощение гармонического языка полифонии но весь ресурс брошен на освоение формы то есть того что в предшествующую эпоху чему практически не уделялось внимания структурированно совершенно простым форму вот в данном случае единством становится уже целый ряб нот целый целый комплекс целый созвучие когда в Москву приезжал с визитом Хельмут Лахенман один из лидеров музыкального авангарда второй половины двадцатого века еще живой классик столь же почитаемый авторитетная фигура как Гулес человек который придумал столько приемов игры на музыкальных инструментах сколько до него наверное придумал только Клаудио Монтеверди да другой авангардист человек который впервые догадался использовать инструмент многогранный да то есть до Монтеверди то есть как нужен там щепковый инструмент берешь лютню нужен инструмент смычковый берешь скрипку или фидель и так далее и Монтеверди первый просит у своих музыкантов с огромным скандалом то что на скрипке нужно играть щепком будет дичайший скандал это абсолютно не принимается никем да потому что это жутко жутко авангардно по тем временам и тем не менее он настаивает и что это производит это производит настоящую революцию спустя некоторое количество времени Вильям Бёрд пишет свою пьесу знаменитую флейты и барабаны для клавесины где клавесин изображает флейту и барабан не флейты и барабан берутся а клавесины вы понимаете вот это переворот революционный настолько революционный насколько сложно себе представить примерно то же самое делает Хельмут Лахерман в 20 веке когда просто изобретает столь огромное количество новых средств для извлечения новых красок оттенков которые до сих пор еще не полностью осмыслены так и вот что рассказывает Хельмут Лахерман Хельмут Лахерман рассказывал следующее как слушать Антона фон Веберна предшественника непосредственного притечу третьей музыкальной практики он называет это тембровой модулянс как один звук перерастает в другой пока не образует никакой целостности есть разные звуки допустим звук гонга имеет свою структуру если вы ударите в него сама точка удара будет громкая но не слишком дальше звук чуть-чуть засекает набирает колоссальный объем и потом спадает но это будет волнообразно не прямая линия она будет то есть самый звук единый звук этого инструмента обладает своей специфической музыкальной формой но эту форму можно изобразить другим инструментом не этот звук а саму структуру проживания этого звука и таким образом организуется вот эта новая сингулярность не звук как нота а звук как процесс звук как форма с одной стороны да авангард якобы возвращается к единому звуку то что было в музыкальном до первой музыкальной практики но это совсем не то же самое это по сути противоположные феномены потому что там звук просто прилагался он не рефлексировался это звук как бывает презентация и репрезентация да презентация это когда мы демонстрируем нечто собой прежде всего а репрезентация это когда мы осмысленно это делаем таким образом что-то еще и другое может считать не только мы это понимаем но это и понимает публика ну в этом основное отличие между авторским и коммерческим кино коммерческое кино презентирует современную ситуацию в мире оно показывает так скажем все противоречия общества на своем собственном примере не потому что оно хочет об этом сказать а потому что оно и есть это противоречие а авторское кино вскрывает противоречия показывая в чем они такая же разница как между в отношениях между психически больным и психиатром отношения это одно а разница между ними значительно большая чем в наличии ключей от палаты на самом деле несмотря на известный анекдот здесь происходит то же самое то есть если музыка древняя лишь презентировала звук звук как таковой а музыкальный авангард дает его репрезентацию то есть звук становится основой для построения события а музыкальное событие конечно же состоит из большого количества нот и весь этот спектр нот нужно мыслить как одну единственную точку в них не нужно пытаться отследить гармонию не нужно думать что если там есть секунды то это значит музыка негативная мрачная а если есть терции то это музыка хорошая и позитивная отследить это можно конечно совсем по другим основаниям для этого есть и работа теоретическая замечательная в том числе Кандинского о духовном в искусстве прямая питочка на плоскости где он разбирает что восхождение так или иначе демонстрирует в любой европейской культуре некое возвышенное духовное просто потому что голова у нас сверху на голове мы не ходим студенты ходят конечно метафорическими основания некое нисхождение катабазис и элементарные территорические фигуры это погружение или вуат или наоборот спад напряжения чисто даже физиологически возрастание напряжения его уменьшение так что эта музыка может быть прочитана лишь как сопряжение этих точек и когда мы ее слушаем таким образом она конечно же никак ужасать нас не будет это такая же музыка просто не нужно как не нужно вычленять из аккордовой фактуры хоров свиридова мелодию в каждом голосе ужасаться ее скудости ну вот тенор у него вообще у палистрины был тенор вот это тенор а здесь ну тенор ну три ноты поет ну как так можно мы же это слушаем целиком и здесь то же самое здесь не нужно отслеживать эти гармонии интервалы это нужно следить вот этими событиями как они между собой сопрягаются и во что они складываются поэтому мы живем на самом деле не просто в эпоху кризиса мы живем с вами в совершенно уникальную эпоху эпоху когда накладываются друг на друга две музыкальные традиции и у нас есть совершенно потрясающая возможность отследить основания и одной и другой а когда есть такая возможность есть возможность и задаться вопросом а что такое музыка как отраковая ведь музыка это не вторая практика понимаете когда люди говорят что булес это не музыка но если они считают что музыка это моцар если музыка это только вторая музыкальная практика то я с ними полностью буду согласен потому что булес это не композитор второй музыкальной практики. Если мы считаем за музыку только вторую музыкальную практику, то, конечно же, третья – это не музыка. Но музыка шире, чем вторая музыкальная практика. Я показал на примере того, что первая музыкальная практика нами совершенно неправильно понимается. Там будут совсем другие герои, если мы будем анализировать это с точки зрения той традиции. Точнее, герои-то будут те же самые, потому что они нам достались исторически от той эпохи, но их сочинения приобретут иные приоритеты. По крайней мере, мы не будем пытаться в них вслушиваться и наслаждаться их красотами. Это совсем по-другому нужно воспринимать. Совершенно по-другому. В основном, конечно же, с помощью нотного текста. Очень люблю это искусство, очень люблю эту эпоху, но отследить эмоциональное составляющее, эмоциональное составляющее, к которой вы привыкли по второй музыкальной практике, когда музыка понятна нам, о чем она, исходя из самой же ее, из ее звучания, этого там, конечно, нет абсолютно. То есть, понять, о чем та или иная музыкальная композиция, можно только исходя из ее структуры, исходя из того, какие там использованы структурные моменты. И примерно то же самое происходит в музыке третьей музыкальной практики. Точнее, не то же самое. То же самое, опять же, в качестве смены чего-то одного на что-то другое. Третья музыкальная практика демонстрирует совершенно иной подход. То, что в физике или философии будет называться параллаксным видением, когда от точки смещения нашего взгляда меняется сам предмет. Мы же никогда не видим сам предмет. Но представьте себе, как будет выглядеть бутылка, если вы ее будете видеть сразу со всех сторон. Да вы ее не признаете как бутылку, понимаете? Это будет некий пласт, развернутый никаким образом. То есть и низ, и вверх, и все. А если вещь, предмет посложнее структурно, чем бутылка, чем он станет? Представляете? То есть, конечно же, от точки нашего взгляда, это вот так, вот так, так и так далее, меняется и сама форма этого предмета. Вот эти изменения, они очень-очень важны для музыки второй половины XX века. Поэтому эта музыка, во-первых, предполагает значительно большее количество возможностей прослушивания. Без впадания в невротическое повторение бессмысленно. Когда человек любит какую-то сонату, и каждый день включает эту сонату. С Дитман Фрейбе на этом счет много, что мог сказать. Тоже можем много, что сказать Дигмунду Фрейду, поэтому не будем конкретизировать. Но, конечно же, музыкальные авангардные сочинения предполагают несоизмеримо большее количество возможностей прослушивания, потому что они вот это параллаксное видение учитывают. По большому счету, разбросанные вот эти точки, как тест Роршаха собирается в психике каждого воспринимающего, в совершенно разные картины. И, как и тест Роршаха, дает не только общее представление о психической жизни того или иного индивида, но и в сиюминутном настроении. Также и здесь наше представление, наше восприятие этого сочинения будет радикально меняться в зависимости от того, во что каждый раз он у нас будет складываться, эти точки. То есть композитор, современный композитор, создают сайт событий, то, что называют Ален Баддию. Не само событие, а сайт события, в котором событие нужно создать уже собственную воспринимающую аудиторию. Вот эта ключевая позиция объединяет самые противоречивые, самые различные стилевые направления второй половины XX века. От минимализма, который якобы идет по пути упрощения, а упрощения, повторюсь, не бывает, до спектрализма, который идет, или до новой, совсем уж название оппозитное, есть новая простота и новая сложность. Два направления, которые совсем уж очевидны, что они противоположены друг к другу. И тем не менее, во всех этих направлениях ключевым моментом является следующее. А, то, что композитор создает не само событие, а сайт события. Появляется интерактивное общение с публикой. Публика включается в музыкальную композицию не как воспринимающая, не как, когда вы подходили и смотрели полотна Николя Пуссена, там была картинка, она вам нравилась или не нравилась, и смотрели, что хочет вам сказать автор. Не как, когда вы слушаете седьмую симфонию Шостаковича, как там голос композитора к народу, а когда это лишь структура того, в чем вызреет ваше индивидуальное наполнение, эмоциональное наполнение. Это не значит, что она ни о чем. Она полностью уже сформирована. Но просто автор предлагает структуру универсальной эмоции, проживаемой таким-то образом, без наполнения радостью или скорбью и так далее, что вы сами привнесете в эту музыкальную композицию. Иногда это в меньшей степени, иногда, конечно, конкретика присутствует, хоть какая-то, хотя бы частично очерчена. Иногда это тотально, как, допустим, в композициях Стива Райха, минималиста, основателя минимализма как такового. Но в большинстве случаев это так. Это сайт события. Почему в живописи появляются искусства инсталляции? Да вы не смотрите более на картину, вы сами в картине, вы и есть картина. Вы входите в пространство картины. Оно лишь создает то наполнение, в котором вы хотите или не хотите, вы почувствуете какую-то эмоцию. Вы почувствуете какое-то содержание, художественное содержание, которое вы сможете отследить, что оно ваше. Что вот это так сделал автор, а вот это-то вы привнесли в него сами. И это и есть репрезентация. То есть, когда вы слушаете сонату Бетховена, на самом деле происходит то же самое. Только очень наивный человек думает, что когда он слушает Бетховена и представляет, как бабочки летают, что именно об этом ты и написал свою сонату Бетховена. Упаси Бог, такого не может. Конечно же, мы всегда туда привносим огромное количество эмоций, огромное количество своего опыта. Так же, как и в живопись. Мы же даже цвета, любые цвета ассоциируются у нас с разными. Мы все в разном контексте воспитанные люди. А помните, с чего я начал лекцию? Не бывает ничего автономно-простого. Так вот, любой феномен, будь то какая-то книжка, будь то какой-то цвет или звук, он включен в систему амплификации. То, что в психологии называется амплификациями. Это некий первичный круг соответствия. И у каждого совершенно разный. Соответственно, когда вы смотрите на ту или иную картину, несмотря на то, что там изображено одно и то же, оно лишь структурно одно и то же. Вы воспринимаете совершенно разную эмоциональную ситуацию. Но только искусство до третьей практики демонстрировало это как некий категорический императив. Оно шумо от автора к воспринимающему субъекту. И мы это всегда думали, что это автор так хотел. Искусство третьей практики демонстрирует репрезентацию. Оно не просто это делает осознанно. Оно и позволяет нам самим осознать, на примере восприятия этого искусства, что сделал автор, а что в этом наше субъективное. И таким образом отследить. Это то, что в психологии называется возвращением проекции. Как люди, мне кажется, что животные улыбаются и так далее. Это проекция. Может еще казаться, что гриб улыбается, смотря какой гриб и что с ним перед этим делали. Так, соответственно, это все проекция. Может на стене казаться, что стена похожа на дожность. Потому что у человека такое лицо. И он проекцирует это на окружающий его мир. Искусство второй половины 20 века снимает проекцию. Она говорит, вот эта структура сделана автором, а вот это эмоциональное содержание привносите в это сочинение вы. Или не привносите. Сайт событий не предполагает, что событие обязательно состоится. Автор сделал все возможное. И на самом деле, если вы так научитесь воспринимать музыку, вы сможете воспринимать адекватно и музыку второй музыки. Потому что там нет принципиальных отличий. Так было всегда, так не всегда осознавалось. Потому что, естественно, Витховен, который писал ноты, он не мог наполнить эти ноты конкретным эмоциональным содержанием. Эпохи меняются, люди меняются, ассоциации меняются. Он создавал совершенные различные сайты, события. И поэтому музыка и способна проживать века, проживать эпохи, когда уже все сменилось, а музыка остается та же самая. Потому что она приобретает совсем иные черты. Посмотрите на вторую часть 32-й сонаты Витховена. То есть современный человек не сможет это воспринимать вне связи с некоторыми джазовыми тенденциями. Естественно, которые в ту эпоху были абсолютно немыслимы и никаким образом не воспринимались таким образом. Потому что феномена не было. Почему Бах не писал музыку для саксофона? Потому что не любил этот инструмент, или потому что его не существовало. Заметьте, что каждый композитор реализует себя исключительно в том инструментарии, который представляет эпоху. И никакие гении, провидцы, которых любили позиционировать романтики, они почему-то не писали ни для синтезаторов, ни для других появившихся в 20-21 веке инструментов, ни для компьютерной технологии, ни для диджейских пультов и так далее. Соответственно, композитор работает с материалом звуковой структуры. И она всегда была таковой. От Пиратина Великого до наших дней. Вот это. Общество ограничивает проблематику этой звуковой структуры. А потом, применяя ту или иную интерпретацию. И в итоге мы и получаем наше представление о том, что есть музыка. И только понимая эту схему, мы можем понять о том, почему в различные эпохи существовали совершенно различные музыкальные явления. И только так мы можем и понимать, что нет ничего неизменного. Наша культура очень молодая. И она будет постоянно обновляться. Для того, чтобы докопаться до истоков, для того, чтобы не бить в грудь и не звонить в колокол. Что некая паника происходит, да, кризис. Конечно же, никакого кризиса нет. Хотя, это палка о двух концах. Потому что есть нечто другое. Есть наслаившиеся друг на друга эпохи. Это с одной стороны тяжело. Это тяжело для тех людей, кто однознательно занял эту позицию, которая уходит в прошлое. А она обязательно уйдет в прошлое. Понимаете? История вещь такая, что она не позволяет чему-то задержаться. Наверное, прецедентов подобных не было. С другой стороны, она позволяет для нас вскрыть те возможности, колоссальные возможности, оценить всю музыкальную структуру, все музыкальное целое в его историческом развитии. И наслаждаться музыкой третьей практики с помощью возможностей третьей практики, взращивая в себя постепенно. Это мой посвящен курс. На это будет направлено все лекции, которые я буду читать, чтобы вы это научились делать. И слушать ту музыку, к которой вы привыкли, так как вы привыкли. И если кого-то заинтересует, почитав о музыке первой практики, изучая ее историю, не столько музыки, столько тех феноменов, которые тогда были, попытаться восстановить, как ее тогда слышали, лично для себя, на своем области, так и применив любые модели, то есть, допустим, модель третьей практики, как второй, это тоже возможно. Это тоже возможно. Как я вам привел на примере с теми же сонатами Товина, я, например, спокойно могу слушать любую романтическую музыку и оценивать, что я туда приглашу, а что есть структура в ней. Но это такое качество, которое вполне можно в себе отключить и слушать ее так же, как слушать ее вы. То есть, я говорю не о том, что что-то должно заменить что-то, что-то заменить что-то историческое. Лет через 50 кончится этот период криминального, просто эпохи. Уже все больше и больше авангард становится мейнстримом как таковым. Авангард в самом широком смысле слова. Вот это не авангард даже. Это новая парадигма мышления как такового. Но вы можете научиться и тому не в ущерб другому, да чему-то новому, не утратив ничего. Вы приобретете колоссальный список новых фамилий, новых сочинений, новых стилей, не утратив ничего из предшествующих. Моцарт от вас никуда не денется. Он уже не нравится. Но вы можете утратить огромный класс, отсекая это, отказываясь от этого. А самое главное, что это то, что вы отсекаете, это будущее. Ваше будущее, в котором вам жить, в котором вам приспосабливаться. Поэтому, подводя итог, я бы хотел сказать, что сейчас идет не столько кризис, сколько беспрецедентный расцвет музыкального искусства. Потому что и по количеству ныне живущих, выдающихся композиторов, которых просто такое количество, когда меня попросили сформулировать, назвать необходимые фамилии в энном количестве, вот без кого никак нельзя. Этих фамилий я очень долго удалял, вычеркивал, вычеркивал. И там в итоге осталось больше ста человек. Те, но без которых нельзя себе представить собой мирное искусство. Ну, понимаете, это колоссальный объем совершенно уникальных авторов, самобытных авторов. Но самое главное в расцвете современного музыкального искусства то, что мы имеем и третью, и вторую музыкальную практику одновременно. И это ключ к тому, что понятие предшествующие первые. Которые, естественно, в эпоху даже 19 века, когда это возрождается, ну, понять еще не мог вот почти никто. Когда Танеев приглашает Льва Николаевича Толстого на разучивание какого-то сочинения «Палестрины», если мне не изменяет память, но, по-моему, это был именно «Палестрина», Толстой не досидел, махнул рукой, сказал «Скукотища» и ушел. Вот. То есть, эта музыка, конечно же, пыталась им быть осмысленна как вальсы того времени, да, и, конечно, она не выдерживала в этом никакой критики, потому что она не возбуждала чувств. Что-то тянется, тянется примерно одно и то же. А Танеев восхищался, потому что, конечно же, он ее структурно мыслил, он и был тот, кто понял, как она писалась. Это первый в истории человек, который отыграл шахматную партию назад. По большому количеству партидур ему удалось отыграть, а как она создавалась? Создавалась она математическим путем. Этот путь всем хорошо известен Танище Сергея Ивановича Танеева, да, по водорежному контрабанду, которому полностью излагает принципы, на которых основано строгое письмо. Так что, я надеюсь на то, что вы все, как люди осмысленные, как люди, понимающие свою ситуацию в мире, захотите приобщиться и к третьей музыкальной практике, хотя бы для того, чтобы понимать, на чем она держится и каким образом она функционирует. На сегодня у меня все. В следующий раз я бы хотел затронуть проблему свободы творчества. Это еще один очередной миф, очень интересный миф, миф, который в разные эпохи трактовался совершенно различным образом. А сейчас, если у вас есть какие-то вопросы по тому, что я говорил сегодня, я говорил много, возможно, сложных вещей, то я постараюсь на них ответить. Есть какие-то вопросы? Настолько все непонятно? У нас устало понятное. Просто есть какие-то вещи, которые нужно в себе взращивать. Когда речь идет о парадигмальном знании, о сильном смещении точки зрения, это та вещь, которую нельзя просто прочесть. Учебники, да, и вы сразу поймете. Ну, вы, может быть, поймете текст в учебнике, но вы не поймете этой идеи. Это есть знание, которое нужно именно растить. То есть, почему даже, допустим, психоаналитический дискурс отличается от дискурса научного, чем он радикально отличается? А потому что психоаналитический дискурс не предполагает того, что вы прочли книжку, и вы сразу все поняли. Это то, что взращивается едва ли не годами. То же самое, что делаете вы здесь. Но нельзя точно... Вот вам объяснил педагог, каким образом исполнять тот или иной технический прием. И все, вы уже специалист экстракласса, да. Но вам приходится почему-то его отрабатывать изо дня в день. Он еще у вас может не прогрессировать, да, лучше и лучше. Может хуже периодически становиться. Потом опять получше. То есть, есть вещи, которые нужно в себе просто взращивать, воспитывать, да. И такой тип мышления, который я предлагаю, его, конечно, тоже можно заканчивать. Это мой посвящен курс, именно поэтому я это и затеял. Потому что это совсем не то же самое, что если я там статью или книжку напишу, да. Потому что речь идет о живом человеке. Как вы видели, я не читаю. А если я не читаю, значит, я смотрю вам в глаза и пытаюсь установить контакт. Я пытаюсь сказать то, что вы сможете понять, то, что вы сможете оценить, да. Поэтому я жду вас на следующей тогда лекции нашего курса. Я думаю, что, например, через, ну, три недели. Это будет. Скорее всего, это будет тот же самый день. У меня все. Спасибо большое. Спасибо.